Всем привет дорогие друзья, с вами Турбоёжик. Продолжаем выживание в Майнкрафт 1.8.1. Вот это наш генератор мобов. Походу там еще ни хрена никогда никто не будет генерироваться, вообще ужас. Я не знаю зачем я его создавал, но здесь по-моему вообще никогда не рождаются мобы. Я убрал оттуда всю воду, но я слышу паука. Ну давайте прыгнем туда. О, первый моб. Второй моб. Здесь все-таки на челе спаунятся мобы. Это очень-очень круто. Все. Чего он не берет. Вечно у меня инвертарь забит, давайте отсюда уйдем. А здесь заткнем все. Отлично. Там все-таки спаунится некоторое количество мобов. Я что-то затоптал посадки. Ужас. Так, ладно. В сегодняшней серии знаете что мы будем делать? Мы будем расширять деревню. Будем создавать больше жителей, больше големов естественно. Вот у нас один голем здесь создался. Вот здесь я создаду. Создаду. Создам новые условия. Ну новые дома для наших жителей. Так, давайте мы будем создавать их из песка. Нет, не песка. Давайте его в песчаник превратим. Потому что у меня инвертарь тут реально переполнен. Я слышу зомбаков. Как бы осада деревни не началась бы. Совершенно случайненько. Я тут еще кстати завел сюда домой свинюшек. Они кстати нажимают вот на эти утяжеленные плиты. Не странно. Я думаю этого происходить не будет. Но. Не тут то было. Давайте хотя бы кнопочки здесь поставим. Чтобы они на них не нажимали. И пошли. Отлично. Так. Начнем со строительства дамов. Нам нужно огромное количество дамов. Чтобы опять выкинуть. Вечный инвертарь переполнен всяким хламом. Это мне очень не нравится. Давайте пшеничку выкинем пока. Будем из досок создавать. Давайте будем создавать теперь уютные дома. Для наших жителей. Уютные и простые. Вот такие двойные дома можно создавать. Но я думаю они не очень красивые. Так что сделаем вот так. Сделаем вот такие вот дома. Тоже двойные. Ну. Домами это тоже будет сложно назвать. Вот. Смотрите что я хочу создать. Вот такие вот мини бараки. Вот. То же самое что наверху. Главное что для этого потребуется очень мало ресурсов. И быстро это все строится. Так. Ну ладно. Короче. В конце видео вы увидите насколько миллионов жителей здесь станет больше прям. Благодаря вот этим камерам. Житель считает любой дом с дверью. Где они постоянно дверь открывают? Для жителей вот если есть дверь и сзади темно это считается уже домом. Так что все будет круто. На каждые три двери рождается один житель. Так. Двери. Дверей пока у меня нету. Ну ладно. Накопаем песка опять. Сейчас по всему кругу деревни пройдемся. Поставим вот таких вот домов. Ну и соответственно. Разовьемся как боги. Эти хряки мне здесь мешают. Надо для них загон построить попозже. Но сначала мне нужно расширить жителей. Расширить нашу деревню. Кстати у меня хорошие новости. Думаю совсем скоро будет готов. Ну до нового года будет готов сервер ежика. Клановых войн. Там будут очень интересные баттлы. Я вам вещаю. Блин. Будет просто круто. Нереально круто. Я сам жду не дождусь. Выхода своего сервера. Ну пока его закончат разработчики и все такое. Пацанчики. Которые хорошо работают. Эх. Повыстрее бы. Я так хочу поиграть на своем сервере. Собственном. А не на каком нибудь чужом. Там блин. Так. Давайте. Отлично. Так. Теперь. Смотрим здесь как сделать. Здесь никак не сделать честно говоря. Нужно убрать вот эту дорожку. Я не хочу нажимные плиты. Хотя странно что не хочу. Можно было бы и нажимные плиты сделать. Давайте выкопаем весь песок. Моб. Так. А. Идем. А. 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 А у нас сломалась кирка, отлично, точнее лопата. Скажите что же в этом отличного, да все просто, блин у меня столько вещей в инверторе, надо все это убрать, все ненужное, песок душ, вообще нафиг он здесь нужен. И скрафтить, мне сейчас нужны двери, так подождите давайте что-нибудь пожарим, а у нас нечего жарить, мне нужны двери, нужно много дверей, так и много досок строительного материала, к сожалению досок у нас не так много как дверей, двери лучше сразу ставить, потому что по мере того как будут рождаться новые двери, будут рождаться и новые жители, вот видите больше дверей больше жителей, главное чтоб наш голем туда не перепрыгнул за стену, где-то я слышу злых зомби, песочек соберем, он нам может пригодится, то он сто процентов нам пригодится, и вот отсюда уже можно начинать строить к миру, так вот так, котела пока не нужны, нет не так, вот так, чуть-чуть наша дверь, шахта, так, а вот тут уже можно начинать строить дома для, новые дома, кстати их можно очень быстро сделать двери двух, трех этажными даже, потом я вам покажу как это делается, там кто-то горит там, сгорели, кто это тут не сгорел, а почему он не горит, зато с него опыт падает, это хорошо, а с хрюшки упадет опыт, а чуть-чуть, о, крепак, обнимашки, да слабо, мало-мало опыта дают эти чертовы, убийства, надо придумать как получать больше опыта, за меньшие труды, свинья, кашт сюда, кашт, фигела вообще, эй, так не честно, заклепали, так, что мы тут продолжали, давайте достраивать дома, песчаник у нас мало, зато песка много, значит сейчас мы наделаем песчаником, так, у нас скоро должен появиться в деревне новый голем, о, один голем с цветочком, он должен подарить этот цветочек ребенку, если есть здесь ребенок, где дети, животные, вы размножаетесь или как, я вижу голову зомби, я пишу голову зомби, или мне показалось, а это не голова зомби, это кактус, вот это наше уродство посреди, это спаунер мобов, где по моему уже есть какие-то мобы, они пока не могут спускаться, давайте посмотрим, что там внутри, надеюсь мы не взорвемся и не умрем, фух, ни фига никого нет, ужас, в чем же смысл создавать такие спаунеры, если здесь ни хрена никого не бывает, но я его неправильно создал наверно, ну не наверно, а точно, в следующий раз создам больше, получше, давайте сначала закончим деревню, это двухэтажная, это одноэтажная, вот как видите, все уже вот эту маленькую коморку жители считают своей дверью, это хорошо, своим домом, вот тоже самое я здесь построил, эх, постоянно ошибаюсь, ошибаюсь, я ошибаюсь, но это хорошо, главное, чтобы в деревне было хотя бы три голема, для этого нам нужно много жителей создать, а три голема уже будут хорошо защищать деревню, только правда меня немножко бесит, как они постоянно открывают и закрывают двери, свинья иди отсюда, так, ну и ставим двери конечно, можно было бы конечно его здесь создать, домик, но мы продолжим дальше, вот эти все нужно загрифилить, я не хочу эти постройки у себя в деревне, так что надо дом разрушать, ну не то чтобы разрушать, надо что-нибудь другое здесь построить, не это, сейчас у нас главный приоритет это количество жителей, сначала мы сделаем одноэтажные дома, а потом, когда количество жителей начнет забиваться вокруг, то сделаем еще двух-трехэтажные, возможно, да, жалко, у меня нет алмазной, ну у меня есть алмазная кирка, я просто ее экономлю, потому что алмазов-то у меня очень мало, они очень редко находятся, поэтому я пока не зачарую на какую-нибудь офигенную тему, я не смогу добывать алмазы, ну не могу расходовать их, алмазную кирку, так, гриферим, гриферим дом, блин, столько ресурсов я с тебя выбью, достаточно было просто тупо загриферить дом и найти ресурсы, которые высвобождаются от этого, взять-то и построить вокруг вот эти дома-бараки, что мы тут заморачивались, кирка сломалась, но я сделал несколько кирок, предусмотрительный я теперь стал, так, отлично, гриферим, 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 гриферим крышу, блин, как долго надо гриферить это чертово здание, смотрите как понастроили, да, еще у меня инверталь, наверное, небось скоро забьется, так, смогли прыгнуть, отлично, это для нас достижение, мы же великие паркурщики, ёпти, ломаем хрень, блин, как же он трудно гриферить с этого чертово, проще динамитом взорвать, а еще лучше крипера призвать сюда, посмотрите сколько ресурсов, практически одна железная кирка целая уходит за то, чтобы загриферить один такой домик, надо было креативку врубать, ужас, но это не честно, поэтому и не интересно, я не врубаю креативку в режиме выживания, только сложность могу переключить там на легкую, на сложную, там и так далее, когда там нужно защитить деревню, к примеру, критические моменты, но креативку нет, нельзя, так, отлично, походу жителей реально стало больше, смотрите какая огромная толпа, не знаю сколько их тут стало, но вроде больше, не знаю, а потом все эти дома нужно будет разрушить чертовой бабушки, конечно, и нормально уже построить, так, а я не догрифил, грифер, 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 ну зато у нас будет куча песчаников, и гладких, и не гладких, вообще любых, тоже плюс. А я тут заморачивался, еще нужно думал, дерево надо добыть, чтобы домики построить, а вот они, да пошли вы отсюда, свиньи, приперлись, тут прижимают меня, охренели. Вот видите, больше одной целой кирки нам понадобится для того, чтобы, ой господи, для того, чтобы построить вот такой вот дом, разрушить вот такой вот дом. Да, ресурсов не напасемся. Точнее, железа у меня в принципе много, и древесины много, так что кирок хватит, просто немножко геморройно и сложно. Ну, хорошо, что в нашей деревне не так много домов, которые нужно разрушить, некоторые можно и оставить, или построить на их месте поля какие-нибудь. Теперь мы можем полностью и из песчаников строить, крыши зато, тоже свой плюс. Свинья, пошла вон отсюда, тем можно повторять, хотя возможно и зря я тебя прогнал, надо же начинать отсюда. Нет, не зря. Так, это дверь где-то я помню, стяпал, надо ее поставить. Ти-динь, 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 ти-динь. Каждые три двери один жительный, это хорошо. Роем, да, краю, да, краешку. Уже не скоро край, отлично. О, господи, и лопат мы сломаем не одну, конечно, и кирок, и вообще... Ах, вот. Все, дошли до края. Ну, благо все ресурсы пойдут в дело, пойдут в работу. К примеру, из песка мы будем делать песчаники. Там, не знаю, хотя можно песок прямо так использовать, чтобы было еще экономичнее. Так что, все будет ништяк. Големчик ходит. Так, цветок уже просрал свой, да? Так, жители не собирают урожай вообще нифига. Это означает только одно, что... Кормить мне их придется своими руками, то есть хлебом. Ну, давайте все добудем. И обратно посадим. Пока не поздно. Возможно, из-за того, что... Ну, кстати, в версии 1.8.1 добавилась такая функция, кто не знает. Что жителей надо кормить. Самостоятельно, если они не собирают урожай. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, все ненужное туда. Пока что лестницы. Вот эта хрень. Уголь пока тоже не нужен. Это... Но этот еще понадобится. Может быть вода не нужна. Кости не нужны. Алмазная кирка не нужна пока. Я не хочу ее тратить. Земля. Хлебушек нужен. Да. Сейчас попытаемся покормить жителей. Смотрите, они... Хоп! Схавали. Хоп! Схавали. Хоп! Жрут мой хлеб. И этот сейчас сожрет. Хоп! Сожрали. Отлично. Чем банчишь? Кожей? Блин. Не хочу кожу менять. Видите? Весь хлеб почти схавали. Но нихрена не размножаются. Халтурщики хреновые. Так, ладно. Что я тут хотел? Песок нужен? Нет. Песчаник. Песчаник нужен для крыш. Песок для стен. Все. Будем экономить. А то мы какие-то щедрые стали. Все. Вот. Гладкий песчаник тоже можно использовать. Без разницы. Абсолютно. Теперь смотрите. Хиппоенная хитрость. Песка у нас дофигища просто. Да и впрочем как и любого другого материала. Кроме алмазов. Вот и песочком мы ставим стены. Потому что стены все равно есть чего ставить. Главное чтобы был это непрозрачный материал. Теперь ставим двери. Господи. Все готово. Можно поставить факела еще конечно. Типа вот так. Чтобы здесь не спаунились злые мобы. Вот. Жители уже определяют это как свои дома. Надеюсь они будут размножаться гораздо активнее. зомбаки. Зомбаки уже появились там где-то. Один голем всего. Это мало. На самом деле я ожидал что хотя бы 2-3 сейчас должно прибавиться. Я не знаю пока сколько жителей в деревне. Но чувствую там уже кто-то заспаунился. Свиньи ходят как у себя дома. Курочка до сих пор у колодца. Не может выбраться. Так. Ладно. Давайте достраивать. Вот эта дверь конечно не в тему. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Так. Надо висит песок опять скопать. Не только потому что нам нужен песок. А еще нужно освободить землю. Ох. Опять лопата сейчас ломается. По любасу я вам обещаю. Сейчас недолго ей осталось. Все. Капец лопатки. А у нас другой то нету. Хе-хей. Надо крафтить опять. И жрачка уже кончается. Хотя у меня был сталь. Так. Жареной картошки. Сожрал уже все почти. И здесь нету ничего ценного. Придется крафтить. 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 Ваши университеты. Крафтить. Просто перейдите. Крафтить. 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 Следующий дом, который мы будем гриферить. Но это не скоро. Пока что нам нужно как бы закончить деревню. Вот блин, вот если вот так поставлю, здесь нифига не будет открываться. Хотя почему нет, будет. Ничего страшного. Пусть будет так. Три, два, один. Покрываем крышу гладким песчаником. Представьте, что вы супер робот. Кстати, можно не такие коморки делать, а вообще вот, как бы сказать, вот такие. То есть многоквартирные, как бы. Вот, вот смотрите, вот каждая свинья хочет встать впереди меня тут. И заблокировать все. Еще одна свинь. Вот сиди там. Пока тени освободят добрые жители и сапотами. Все, вот. Голова свиньи торчит. Это хорошо. И освещаем. Ну вот, пока хватит. Подождем, пока деревня расширится немножечко. Походу, нам придется кормить жителей, но это мы будем делать только утром. Надо сейчас собрать весь урожай. Я не слышу зомбаков наверху. Надо еще разрушить вот этот наш этот. Здесь портал в ад. Не помешало бы нам и в аду покопаться. А, нет, нет, нет. Я знаю, что нам делать. Нам нужно поохотиться на монстров. Потому что нам нужно набить побольше опыта, чтобы зачаровать алмазную кирку. Вот, я вижу огромное количество монстров. Зомби, начнем с тебя. Что-то слишком много их. Опыт. Еще один опыт. Еще опыт. Это хорошо. Крипак. Это что такое? Невидимый паук? Видели? Какие-то новые мобы. У меня поджег скотина. Отлично. Опыт потихонечку набирается. Ага. Мы нашли уголь. Это хорошо. Уголь нам понадобится еще. Не то, чтобы он у нас в большом дефиците, но... Все, мы тридцатник набили. Это хорошо. Нужно хотя бы тридцать один, тридцать два. Постараться набить. Но это не так легко, как кажется. Нужно постоянно убивать злых криперов, которые взрываются. Видите как? Угу. Здорово, курки. У нас есть для вас пшеничка. Угу. Угу. Они нам дали яйца, которые можно опять же разбить и породить цыпленка. Это хорошо. Пусть здесь будет побольше курок. Скоро нам еще ферму куриц строить. Вообще развиваться нам еще долго. Вот, пожрать. Вот наша деревня строится вся. Мы как великие таджики строим деревню. Так. Давайте-ка домой. Нам сейчас нужно попробовать зачаровать Херкул над... над... тем, что есть. Блин. Жители как? Они уже облюбовали наши дома. Это хорошо. Давайте соберем еду. У нас есть место под еду. У нас мало места под еду. Поэтому мы все ненужное туда скидываем. Белая плоть тут собралась. Андезит и уголь тоже пока не нужен. Че они так собрались? Офигели что ли? У нас нету к сожалению этого фермера пока что в деревне. Рождаются все кроме фермеров. Поэтому они не трогают наши посадки. А так жители должны были бы в автоматическом режиме собирать урожай. Это в принципе для меня и хорошо и плохо. Скорее хорошо чем плохо честно говоря. Потому что я не хочу терять весь урожай. А так могу иногда им подкидывать пару хлебушков. Может они даже втихомуку и собирают его. Я не замечаю только. Вряд ли. Отлично посадили. Так теперь приступим к сбору укропов. Ой морковок. Свиньки. Отлично. А это мелкий. Думаю свиньи мне будут немножко мешать в моем процессе сбора и посадки урожая. Но ничего страшного. Будут так будут пусть мешают. Но мешают они иногда довольно сильно. Причем как сейчас. пусть размножаются. Так что у нас еще? Урожая у нас много насколько я помню. У нас два голема? Так нет один пока что я вижу. Второго пока нету. Хотя мог бы уже и заспауниться. Но походу жителей у нас явно побольше. Сколько тут у нас где-то здесь показывалось сколько жителей жителей. На F3 что-ли? Display Nevada а вот здесь Licht Local непонятно сколько тут жителей честно на голове. Ну где-то здесь показывалось я помню не знаю где. Пока что только один голем значит у нас не так много жителей не миллиарды тонн зато у нас много еды. Вот видите сколько у нас посадок всяких. Собрал несозревший урожай потому что спешил. Опять свинья. Надо свиньи срочно в загоны потому что будут мешаться. и кроме того размножение тоже приносит опыт. Будем их размножать. получать за это опыт. Ну и радоваться новым зачаровашкам. Что пожрать давайте сожрем морковочку чуть-чуть и посадим картофан. Просто если не пожрать он начнет хавать картофан когда вы будете его сажать. Свинья прибежала тут как тут. хочет жрать но у тебя если была пара я бы дал пожрать но у него пары к сожалению нету так что не дам ему ничего жрать. Картошку я буду жрать сам а все остальное я думаю будет доставаться нашим фермерам нашим фермам. так пока до сюда далеко я думаю еще успеем здесь вырастить урожай прежде чем сюда дойдет наше расширение расширение нашей жить наших домов жителей во сколько же тут пшеницы урожаев можно получать миллиардами тонн вообще смотрите я даже половину не собрал еще ужас надо ват отправляться опыт набивать еще опять свиньи прибегут стопудняк я помню как-то делал гигантскую ферму куриц там не знаю около 5000 куриц что ли вырастил очень много чтобы их кормить мне пришлось выращивать тыквы в огромных количествах ну семенами тыкв я их кормил но у меня получилось сложнее было найти тыкву где-нибудь в мире я оббегал почти пол континента еле как нашел кстати у нас есть тыквы я не могу залезть мы можем в скором времени железного голема можем скрафтить но лучше не стоит потому что он у нас уже есть во первых во вторых скоро должен появиться еще несколько по мере того как жители деревни начнут размножаться но я не вижу активного размножения деревни ленивые какие-то стали не хотят как говорится пополнять свою популяцию будем кормить ладно что же с ними делать кормить их все что ли я собрал урожай отлично я думал будет гораздо сложнее дольше так свинюшка одна только голем тоже только один как жалко я думал будет больше пошла отсюда свинья она меня догоняет а где другие свиньи надо их покормить отстала так вот тут весь урожай я собрал собрал мне такое ощущение что свиньи слиняли иди сюда свинья а вон они в том конце я хочу скрестить эту рождественскую свинку с фонтой давайте размножайтесь мелкая свинюшка появилась на свет это хорошо пусть размножаются вон там еще свиньи я вижу а вы жрете морковку отлично эти еще и жрут морковку а как сделать чтобы они размножались может вот так скинуть ему нифига не размножаются тупо жрут так от нас свинка это мало нужно несколько они еще не хотят жрать все захотели еще один поросенок родился отлично так деревня с одним големом это мало чем торгуете чтобы вас побанчить всяким хламом ничем интересным здесь вообще дыр какая-то охренели что ли ладно пошел я домой темнеет еще нужно некоторые вещи забрать с этого сундука и отвезти домой сейчас везти вот это все забрать порох тут больше нечего и забирать честно говоря надо вот это вот сюда скинем а вот это заберем к примеру вот это туда заберем это заберем ладно все задолбался 18 гнилое плоть кто нибудь торгует гнилое плотью вот это торгует ему нужно гораздо больше пойдемте заканчивать на этом серию и в завтрашней серии ну точнее сегодняшней на которой выйдет на втором моем канале я слышу зомби я слышу внутри есть мобы мне кажется мне надо туда прыгнуть и всех перебить или самому сдохнуть ой у меня меч скоро сломается я не буду туда идти там я слышу пауков каких то помните как я видел невидимого паука вон там зомбак еще ужас все я короче домой всем спасибо дорогие друзья за просмотр с вами был турбо ежик подписывайтесь на канал ждите следующих серий скоро выйдет наконец-то мой сервер и там мы будем играть вообще все вместе со всеми подписчиками так что с вас лайк и подписка если вы смотрите меня впервые всем пока пока